Русская глубинка Русская глубинка Русская глубинка Значит, пенсионеры, школьники, предприниматели и так далее, да, и посвятим один-два дня мозговому штурму. Что можно сделать из этого умирающего поселка, да? И родился проект. Причем родился он интересно. Когда я прочитал вводную, скажем так, часть, теоретическую, да, понял, что народ как-то не проникся, да? Тогда я привел очень простой пример. Вот, допустим, глава мечтает через 10 лет уехать из поселка, продать свою квартиру и купить день в средней полосе домик. Но квартира сейчас у нее стоит 500 тысяч, да, а домик там в средней полосе 3 миллиона. Как сделать так, чтобы за эти 10 лет стоимость квартиры в СИИ выросла, значит, до 3 миллионов, да? Ну, народ сразу закричал, так надо рабочие места. Вот тогда тут как бы вот как в Ясном, допустим, в поселке там рабочие места есть, квартира дорого стоит и так далее. Вот, я говорю, а вы верите, что у вас тут рабочие места будут? Вот 10 лет прошло, или промоход умер, никто сюда не едет, нет, говорит, не верим. Хорошо, тогда давайте по-другому подумаем. Вот люди куда-то едут либо работать, либо отдыхать. Ну, а почему бы не сделать СИИ местом для шикарного, скажем так, или не шикарного, да, ну, замечательного просто отдыха, да? Либо просто для проживания на пенсии, да? Ну, почему бы и нет? Ну, стал вопрос, а что нужно СИИ сделать и за счет каких средств, да, чтобы, значит, цена квартиры росла? И, в общем-то, все вот эти мероприятия мы разделили на две вещи. Дорогие, да, то, что мы без власти не сделаем, и недорогие, то, что мы могут сделать сами жители, да. Ну, допустим, заборчики покрасить могут? Могут, да. Мусор убрать могут? Могут. Как-то выровнять там озеленение сделать могут? Могут, да. Там, подъезды и так далее, да, это все, в принципе, значит, а все остальные вещи мы будем, естественно, апеллировать к власти, тем более, что она тоже работает, деньги выделены были на водозабор, и в конце этого года у нас вообще будет чистая вода в поселке, да, по сравнению, допустим, с Мадвинском или Северодвинском или Архангельском, вот. Ну, и, собственно говоря, еще немножко додумал, в какую, значит, сторону, как сделать так, чтобы народ пошел бесплатно работать, да, они же как бы не доверяют друг другу, вот. И тогда я сказал так, а давайте я за это возьмусь, мне настолько эта идея запала, да, вот. Я тоже буду работать год бесплатно, как руководитель проекта, вот, буду убеждать всех, буду там писать какие-то статьи, заявки на гранты и так далее, шевелить, да, вот. А в конце населения, если оно посчитает, что такой проект нужен, тогда в добровольном порядке она на счет НКОшки перечислит какую-то сумму, да, ну, возьмем 100, 1500 рублей, в общем-то, без разницы, вопрос здесь, опять же, в участии, да, вот. Вот, так и порешили. И вот мы провели кучу всего, я просто перечислю хотя бы, да, чтобы было понятно. Значит, два семинара проведено, значит, ведется блог в Фейсбуке для специалистов по территориальной развитии, вообще для всего мира, не только для России, да. ВКонтакте, значит, группа для того, чтобы организовывать людей, да, значит, мы придумали целевую группу пенсионера, да, мы разработали вот такой буклет «Жизнь на природе со всеми удобствами», вот, можете ВКонтакте в группе тоже посмотреть. Вот, мы пишем статьи о проекте, вот, только что напечатана огромная статья в федеральном журнале «Муниципальная власть», вот, естественно, в областную прессу, в районную и так далее, да. Да, мы провели акцию «Не дня без мусора» в течение пяти месяцев. Кстати, в этом году у нас акция начинается с 1 апреля, да, почему? Для того, чтобы к 1 мая Сия уже была чистая, чтобы Сия была самым чистым поселком в России, значит, уже к 1 мая, да, чтобы на субботнике мы занялись какими-то более серьезными вещами, допустим, газонами, там, ну и так далее, да. Вот, использовать эту энергию, к которой привыкли один раз в год, значит, люди выходить, да, чтобы мусор убрать, да, вот мы хотим какое-то другое место. Вот, мы боремся за быстрый интернет, дети бегают, собирают подписи бесплатно, да, там, еще какие-то вещи. Мы проводим социологические исследования, то есть в январе прошлого года провели, чтобы замерить состояние умов, грубо говоря, да, через год, в декабре мы еще раз провели. Ага, мы увидели, что люди увидели, что действительно Сия начинает развиваться. Через год мы снова проведем, да, и так в течение вот этих 10 лет, да. Раз мы привлекаем постоянное внимание, естественно, народ начинает покупать квартиры, потихонечку начинает расти в цене. За год у нас квартиры выросли где-то на 50-100 тысяч, вот, в этом году мы план поставили еще на 300 тысяч поднять, да. Вот такой у нас, он и веселый, там полно юмора, потому что, ну, допустим, узнай хозяина по собачьей морде, да, это же веселый на самом деле такой проект, акция. Ну, получается, вы делаете то же самое, что должна делать местная власть, там нет главы поселения? Нет, там есть глава поселения, но у нас существует у чиновников такая проблема, они не мыслят проектно. У них есть какие-то инструкции сверху, да, они что-то делают, они выполняют какие-то мелочи, но все это не целевая деятельность. Бизнес же работает по целям, либо прибыль, либо доля, там, значит, какая-то рынка и так далее, да. А нащупать вот такую целевые показатели у публичных субъектов очень сложно. И мы этому учимся. Вот, кстати, народная стратегия губернатора Орлова, это как раз тот самый подход, когда совместно жители пытаются нащупать какое-то будущее, да, положительное. А без этого положительного будущего деревни будут вымирать. Хорошо, но каков положительный итог развития поселка? Кому, по большому счету, нужна СИЭ, где нет ни работы, ни перспектив? На кого рассчитан ваш проект? Вот все наши рассуждения, как раз, и начались с этого. Почему бы СИЭ не сделать очень удобным местом для жизни старшего поколения, да? Вот что для этого нужно сделать? Надо вот это, вот это, вот это, безопасность, чтобы зеленое было и так далее. Что-то, ну, приятно жить, да? Вот, и тогда у нас автоматически вылезла целевая группа. Это городские пенсионеры, да, которым надоело жить в городских условиях, там, нюхать этот сульфатовский воздух, да, значит, потреблять грязную, нехорошую воду и так далее, да? Вот, а у нас там водозабор новый, должен к концу года пустить, да? Вот, и мы сейчас беседы ведем с Советом Вентеранов, в Северодвинске, Новодвинске, в Архангельске, потому что пенсионер городской может очень просто решить свои элементарные проблемы, особенно если он скучно живет. Он живет там, дети, внуки и так далее, да, а денег разъехаться нет, да? А тут ты за 300, за 500 тысяч решаешь все свои проблемы, приезжаешь в Сию, тем самым повышаешь стоимость жилья, которая оплачивает бесплатный труд российских жителей. Все довольны, все смеются. Вернемся тогда к местной власти. Все, о чем вы говорили, благоустройство, содержание котельных, водозабора, фасады домов, это все полномочия местной власти, но, к сожалению, 131 закон, который рекламентирует ее деятельность, не содержит такого понятия, как комфортные для жизни условия, то есть все эти вопросы в комплексе власть не рассматривает. Получается, что власть смотрит на проблему под другим углом? Дело все в том, что деятельность чиновника очень зарегулирована, вот она в рамках каких-то. Мало того, он не может денежки, которые расписаны сюда, потратить сюда, бюджетная роспись, да? Поэтому все остальные вещи должны решать гражданское общество. Ведь гражданское общество никак не зарегулировано. Это мои деньги, да? Я могу либо на травку, либо еще на что-то, и так далее, на подъезд потратить, и так далее. И проблема сегодня российская, не только Архангельской области, вообще по всей России, это низкий уровень доверия между гражданским обществом и властью. Если повысить горизонтальное, вертикальное доверие, тогда они совместно будут решать очень быстро и очень дешево. Потому что что такое, два часа, полторы тысячи человек, два часа поработали? Это, собственно, Россия расцветет, да? Поэтому уровень доверия, уровень социального капитала – это главная и важная проблема, которую нужно повышать, в том числе с помощью, кстати, выборов. Вы сказали о том, что этот капитал можно повышать при помощи выборов, но выборы у нас отменили, к сожалению, в муниципалитетах. И это очень плохо. Я думаю, что вернут. Нас же отменили выборы губернатора, а сейчас вернули. Почему? Ну, потому что как бы губернаторы перестали смотреть вниз. Но при этом выборы губернатора представляют собой многоступенчатую пирамиду действий, которые уже влекут за собой выборы. Прямого вылеза влеза граждан здесь опять же нет, даже на этапе выдвижения кандидатов. Значит, я думаю, что в скорое время это тоже отменят, потому что система не работает, когда непонятные процедуры, но понятен результат. Демократия – это когда понятные процедуры и непонятен результат. Павел Леонидович, вы ведь и сами были главой Пиннижского района, где, кстати, расположена СИЕ. И изнутри знаете всю эту проблему отношения с обществом, состояние власти, ее эффективность. И все-таки подробнее ваше мнение о том, к чему приведет отмена выборов на муниципальном уровне. К установлению какого-то нового формата отношений между обществом и властью. Либо они полностью будут просто смотреть в разные стороны и не понимать друг друга. У меня тут недавно родился образ, знаете, такая детская загадка про яйцо, когда два пива не смешиваются. Так вот на сегодня получается очень интересная штука. Мечты жителей – это одно, а стратегии чиновников, которые еще даже не созданы, это другое. То есть мечты чиновников – это совершенно другое. Пока такое состояние будет, не будет развития ни в стране, ни в Финишском, ни в Верхангельской области. Нужно это где-то смешать. С помощью, в том числе, опять же, как бы и выборов. Потому что чиновник должен идти на выборы с какой-то программой. Эту программу он должен объяснить людям. А если люди не понимают, с чем пришел чиновник, то как они будут с ним взаимодействовать? Вообще, мало того, чиновник должен эту программу из людей вытащить. По идее, он должен кучу встреч провести и спросить, как это делается на выборах. Чего вы хотите? Мало того, еще объяснить. Желательно бы проект для каждого населенного пункта свой, управленческий. Вот для бизнеса у нас сейчас все закончили, как это называется, MBA. Так вот, есть такое понятие MPA. Management Public Administration. Так вот, Public Administration у нас практически нет. Вот. Если мы выборы отменим, то, я не знаю. Мы уже их отменили? Ну, да. Если их не будет, то, я думаю, что скоро мы к ним вернемся. Другой политической ситуации. А вы сказали о том, что вы стараетесь поднять этот уровень доверия, но при этом вы не хотите быть главой. Я правильно вас понял? Да. На этом этапе очень важно создать вот это вот горизонтальное гражданское общество. Потому что СИЯ – это место, куда съехалась Россия в 70-е годы. Люди атомизированы, люди друг с другом не сотрудничают и так далее. Да. Поэтому вот интерес этого проекта в том, что вообще все развалено, да, из этого что-нибудь сделать, да? Вот. Вообще из ничего. И с чего мы вообще начали? Мы придумали акцию «Не дня без мусора». Она очень простая. Мы призвали всех жителей СИИ выходить в качестве зарядки утром, заодно и деталью навести, да, собрать там маленький большой мешочек мусора. Так. Но не просто собрать, а сфотографировать в группу ВКонтакте, выложить, да, чтобы весь мир видел, как Россия меняется, да. Вот. Естественно, поддержали немногие, поэтому первым делом я сам пошел. Я за пять месяцев собрал 120 мешков мусора больших, да. Вот. И все сфотографировал, все так далее, да. Ну вот. Потом открыли секцию настольного тенниса для взрослых, да. Они не особо ходят, а детям я сказал, либо там, грубо говоря, 50 рублей в час, либо собирайте полмешка мусора. Пожалуйста, приходите, да. И народ пошел, собственно говоря, да. Вот. СИИ стало намного чище. Естественно, повысит уровень доверия. Конечно, повысит подобные проекты. Дальше мы решили бороться с собаками. Такой интересный акт называется у нас «Узнай хозяина по собачьей морде». Вот. Жители СИИ очень любили отпускать здоровых псов. Видно, что они домашние, да. А это сильно снижало безопасность. Маленькие дети покусают и так далее, да. Поэтому мы решили очень просто. У каждого есть сейчас телефон с фотоаппаратом. Фотографируешь и пса, да. Выкладываешь, опять же, в группу. Чьих будет пёс. Вот. По морде пса узнаем хозяина. Найти телефон, собственно говоря, значит, в деревне очень даже просто. Да. Всех друг друга знают. То, чего как раз не может делать власть. А гражданский вопрос, что он может, да. И мы просим обязательно вежливо позвонить по этому телефону и попросить, чтобы он привязал свою собачку. Если вам 100 человек в день позвонит, вы не только собачку привяжете, но, может быть, ещё что-то с ней сделаете. По крайней мере, а-та-та вашему псу. Вот. Собак не стало. И таких примеров у нас очень много. Мы сейчас за быстрый интернет боремся. Ребята бегают там, собирают подписи, собирают заявления и так далее. Артелеком, вплоть до Москвы, мы поставили уши на уши, да. Вот. Уже там 6 миллионов выделяют нам только ради бога сияния. Замолчите. Вот. Потому что дальше мы пойдём в прокуратуру просто. Потому что они были обязаны ещё 8 лет назад сделать быстрый интернет. Вот. Ну и так далее. Все эти вещи очень здорово повышают горизонтальное доверие, потому что люди начинают сообща работать, да. Но всё-таки, естественно, медленно очень движется. Горизонтальное доверие повышается, а власть здесь при чём? А дело всё в том, что когда мы что-то собрали, мы готовим бумажку за подписью главы. Так. Глава подписывает, она в этом деле участвует. Если ТОФУСКИЙ проект, мы пишем заявку, естественно, через главу идём, да. И мы каждый раз хвалим. Спасибо, значит, главе, спасибо администрации, спасибо ЖКХ за то, что они там безаварийно сделали и так далее. Надо вообще побольше поблагодарить. Мы привыкли ругать, а надо поблагодарить. Потому что вот как-то хорошее мы не замечаем, а плохое вот мы тут как бы всегда готовы, да. Не надо ругаться, надо сотрудничать. Хорошо. Вы подняли уровень доверия горизонтальный, людей друг к другу. Подняли уровень доверия к власти. Что дальше? А дальше происходят очень простые вещи. Если доверие есть, тогда любая идея, здравая, да, она тут же обрастает со сторонниками. Потому что одно дело, когда мы друг другу не доверяем, у вас есть, допустим, трактор, у меня деньги, но у меня нет трактора, а у вас нет денег, да, то мы никогда не объединимся. Если же доверие есть, тогда кооперация возникает футомонетически. А дальше возникает вопрос. Вот сейчас у нас буквально позавчера родилась идея проекта «Сийское княжество» выращивать в Сии княженику, да, очень интересную, дорогую ягоду. Выросла эта идея из другого проекта, который называется «Архангельская клюква». Вот во всем мире, скажем так, ну, в демократических странах, да, гражданское общество перетекает во власть, из власти перетекает гражданское общество. Пойдет постоянная ротация, да. Поэтому гражданское общество понимает, как работает власть, а власть понимает, как работает гражданское общество. У нас этого нет. У нас как, ну, была номенклатура, помнится, да, в советское время. Ты попал в номенклатуру, и, в общем-то, несмотря на то, как ты работал и так далее, тебя там как-то держали, да. Вот смена власти, она как раз приводит к этому ротации. И пока у нас не будет, у нас не будет ни доверия, ни развития. Что тогда делать остальным жителям городов, небольших поселков, рассчитывать только на себя, создавать ТОСы, выходить на улицы, убирать сами мусор, создавать точно такие же социальные проекты, как у вас, или ждать у моря погоды? Ну, если они считают, что их поселок должен умереть, ради бога, ждите у моря погоды. Если вы хотите развиваться, приглашайте к нас в гости, приедем, придумаем какой-нибудь проект. Для любого абсолютно населенного пункта можно придумать проект, для любой территории. Опыт у нас, слава богу, такой колоссальный. Сейчас нет времени, к сожалению, рассказывать. Павел Леонидович, спасибо за беседу, содержательную и интересную, и удачи вам в реализации вашего проекта. Спасибо вам за приглашение. Спасибо, что были с нами, и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова